Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. Это обзор роутера Redmi AX5 с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 и оптимизированного для работы с устройствами умного дома Xiaomi. Redmi AX5 двухдиапазонный маршрутизатор класса AX1800 с четырьмя внешними несъемными антеннами и четырьмя гигабитными LAN-портами. Благодаря поддержке Wi-Fi 6 пропускная способность в сравнении с роутерами прошлого поколения выросла до четырех раз. Новый стандарт будет востребован пользователями беспроводного интернета в ближайшие 10 лет. Redmi AX5 продается на Алиэкспресс и других площадках по цене около 40 долларов. Ссылки на надежных продавцов, в том числе с доставкой из России, в описании к видео. И не забудьте подписаться на нашу страницу в инстаграм, чтобы узнавать о новинках умного дома Xiaomi. Давайте начнем с распаковки и изучения основных возможностей новинки. На упаковке указано, что маршрутизатор работает на пятиядерном чипе Qualcomm. Скорость Wi-Fi достигает более 1700 Мбит в секунду. Устройство имеет всенаправленную встроенную антенну с высоким коэффициентом усиления и четыре внешних усилителя сигнала. Кроме того, Redmi AX5 вместе с Wi-Fi 6 получил поддержку новейшего метода модуляции OFDMA, благодаря чему множество устройств в сети работает одновременно и еще более эффективно. Флагманские устройства компании Apple, Samsung, Xiaomi и других уже получили поддержку Wi-Fi 6, а в перспективе все новинки бытовой электроники будут работать именно по этой технологии. И если вы планируете покупку нового роутера в 2020 году и позднее, то сейчас нет смысла покупать маршрутизатор без поддержки Wi-Fi 6. Кроме того, чипы мобильных устройств с поддержкой новейшего Wi-Fi 6 более энергоэффективны при большей производительности, то есть расходуют меньшее количество электроэнергии, что положительно сказывается на продолжительности работы от аккумулятора. Внутри упаковки находится сам роутер, блок питания шнуром длиной чуть более одного метра и небольшое руководство пользователя на китайском языке. Redmi iX 5 имеет классический внешний вид. Корпус выполнен с множеством продольных прорезей сверху и снизу для максимальной вентиляции платы. Сверху также имеются индикаторы статуса работы и интернет-подключения. С задней стороны разъем питания, кнопка сброса настроек, один интернет и три локальных порта. Все они гигабитные. Управление роутером Redmi iX 5 может осуществляться как через интерфейс из браузера, так и с помощью мобильного приложения Xiaomi Mi Wi-Fi. Далее расскажу как подключить и настроить роутер с помощью обоих способов. Новый роутер в сети 5 ГГц имеет максимальную скорость до 1201 Мбит в секунду и до 574 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц, то есть суммарно 1775 Мбит в секунду. Одновременно возможно подключение 128 клиентов включая устройства умного дома, управлять которыми возможно напрямую из фирменного приложения. Давайте перейдем к подключению и узнаем какие функции будут доступны после настройки Redmi iX 5. Первичную настройку можно произвести через браузер компьютера или смартфона. Предварительно настоятельно рекомендую установить для браузера хром расширение Roomi Wi-Fi, благодаря которому веб-интерфейс будет переведен на русский язык, иначе все будет на китайском. Или можно сразу перейти к настройке с помощью мобильного приложения. После установки расширения браузера включаем роутер и выбираем в настройках Wi-Fi сеть с именем Redmi. В браузере автоматически откроется страница с настройками. Если ваш оператор домашнего интернета предоставляет подключение с помощью учетной записи, вводим логин и пароль. Если вы используете DHCP подключение, выбираем его и сразу переходим к настройкам имени и пароля Wi-Fi сети. Не забудьте снять первую галочку, если вы хотите задать отдельный пароль администратора для доступа к настройкам роутера, или это можно будет сделать позже в настройках. После этого выбираем сеть Wi-Fi уже со своим именем и подключаемся к ней. В дальнейшем для подключения к роутеру через браузер вы можете использовать адрес 192.168.31.1. Здесь настройки интернета, безопасности, локальной сети и включение Mesh режима для создания бесшовной сети из нескольких совместимых устройств. Нам доступны настройки, включая режим совместимости Wi-Fi 5, который может понадобиться вам, если ваши устройства некорректно работают с новым роутером. В таком случае все функции шестого поколения будут отключены и роутер будет работать как маршрутизатор прошлого поколения. Некоторые функции, включая настройку гостевой сети, будут доступны только через приложение Mi Wi-Fi. Для этого скачиваем приложение в App Store для iPhone или Play Market для Android. При желании загружаем девелоперскую версию с форма 4PDA. Для настройки подключаемся к сети роутера Redmi и вводим данные своего аккаунта Xiaomi. Если вам не удается подключиться, то на этом этапе важно в настройках приложения установить регион Китай, иначе будет возникать постоянная ошибка. Если в перспективе Redmi iX5 будет продаваться в России и Европе, то этого делать уже не придется. После входа и подключения по аналогии с настройкой через Web Interface выбираем режим, в котором будет работать устройство, как маршрутизатор или сетевой повторитель. Задаем имя и пароль беспроводной сети, подключаемся к ней и все готово. Теперь с помощью приложения вы сможете управлять роутером и подключенными устройствами, даже если вы находитесь вне домашней сети. Кроме того, для Redmi iX5 через приложение Xiaomi Mi Wi-Fi можно настроить гостевую сеть, таймер работы Wi-Fi и таймер перезагрузки устройства по расписанию, а также отключить световые индикаторы на корпусе, установить родительский контроль для отдельных устройств с фильтрами по времени доступа и типу контента, скачать логи маршрутизации и неполадок, а также настроить черные и белые списки подключаемых устройств. В дальнейшем с выходом новых обновлений программного обеспечения число функций может быть увеличено. Я остался очень доволен новым Redmi iX5. Поддержка Wi-Fi 6 только появляется в смартфонах и бытовых приборах и начать использовать все преимущества новой технологии можно уже сейчас. При стоимости роутера менее 3000 рублей вы получаете отличное устройство для домашней или офисной сети с поддержкой новейших стандартах передачи данных, шифрования и управления доступом. Для тех кто строит или уже использует устройство умного дома, этот самый доступный маршрутизатор предоставляет дополнительные возможности по оптимизации сети и контролю ее работы. Если у вас остались вопросы о работе или настройке Redmi iX5, пишите в комментариях. Если обзор был вам полезен и интересен, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал.